Начался сентябрь, люди выходят из отпусков и на рынке началась веселуха. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В начале сентября, наконец, люди вышли с отпусков, в том числе и я. И вот 2 сентября началось очень сильное движение по рынку РТС. Что случилось? Давайте посмотрим. Вот сейчас вы видите индекс РТС и он резко пошел вниз. И что случилось? На самом деле немцы опубликовали данные об анализах Навального и они сказали, что нашли такие следы отравляющего вещества типа новичок. И, значит, резко рубль упал, доллар, соответственно, вырос к рублю и индекс РТС пошел валиться. Ну, вот такая новость о Навальном. Почему? Ну, потому что говорят, что будут санкции против России применять и так далее. Начали говорить, что надо запретить России достраивать северный поток. Ну, понеслось движение. Но давайте-ка посмотрим на индекс S&P 500. И вот он 2 сентября практически ничего не произошло. Стандартное движение. Но 3 сентября очень резко начал падать индекс S&P 500. Американский. Вот это Навальный дал. То есть на новостях о Навальном, казалось бы, индекс S&P 500 начал вдруг обваливаться. Посмотрите, как резко. Но, наверное, Навальный здесь ни при чем. Вероятно, просто назрела коррекция. И рынок просто ждет каких-то, ну, каких-то вот, ну, любых событий абсолютно. А в случае с S&P 500 вообще никаких событий, собственно говоря, и не произошло. Вот. Ну, разве что 3 числа истекает срок опционов на, опять же, на индекс РТС и каких-то других опционов американских наверняка истекает 3 сентября недельных. Ну, вот, как правило, на момент экспирации наблюдаются сильные движения. В общем-то, других причин нет. Нет, ну, не будем же мы всерьез обсуждать влияние случая с Навальным на американский рынок. Ну, вряд ли это подействовало. А теперь посмотрим на другие рынки. Смотрите. Energy. Нефть. И нефть 3 сентября тоже обвалилась. А теперь давайте посмотрим на металлы, на золото. Что произошло с золотом? А золото 3 сентября тоже немножечко упало в цене. Золото. Серебро. 3 сентября тоже упало, но это продолжилось падение общее. И валюты. А вот доллар как раз 3 сентября. Нет, он перестал падать, он начал расти. Ну вот, то есть, как бы, что произошло? Я так понимаю, что вот этот вот безудержный рост индекса S&P 500 в последнее время, вот он, видите? Ну, это просто надулся пузырь. И есть какая-то, ну, коррекция, она должна быть, она ожидаемая. А, и вот она, сентябрь, трейдеры выходят из отпусков, заканчивается срок действия опционов. Ничего больше, я думаю. Вот, насколько глубоко будет эта коррекция? А вот этого вам не скажет никто, она может продолжиться, а может и пойти назад на восстановление. Ну вот, есть надежда на восстановление, я думаю, что эта надежда очень слабая. Ну, рынок перегрет, я жду, в общем-то сказать, ну, продолжения коррекции, если честно. Но советовать никому ставить на шорт я не могу, ну, просто потому что не буду. Вот, я думаю, что коррекция будет продолжена в ближайшее время. Сейчас вообще очень такое напряженное время. Смотрите, ну, в России, да, там с Навальным и с санкциями, которые могут ожидаться. Опять же, Белоруссия, да, значит, если мы, Россия, вмешиваемся в дела Белоруссии, ну, а мы, естественно, это сделаем, то, в общем-то сказать, тоже риск санкций есть. То есть, для России есть определенные риски, с одной стороны. Но, с другой стороны, Европа понимает, что, ну, не надо лезть в эти дела, в белорусско-российские, поэтому они там не очень сильно на этом, в общем-то, заморочены. Какие еще есть риски? Смотрите, ну, вы все знаете, что в Америке выборы в ноябре месяце, Трамп за то, чтобы фондовый рынок непрерывно рос, ну, в общем-то, демократы говорят, что этого не будет. То есть, соответственно, это тоже влияет на общую ситуацию на рынках. Опять же, ну, обычно американцы, как всегда, обвиняют Россию в том, что Россия манипулирует американским обществом и влияет на выборы в Америке. Ну, это смешно, конечно, но эти идиоты, в общем-то сказать, так всерьез думают многие там. Ну, вот такая ситуация. Но, кроме всего прочего, никто не снимал со счетов трения между США и Китаем, которые продолжаются. Китай, так сказать, там, ТикТок, Вичат, Индия запретила ТикТок, Вичат, Китай. Значит, и сама там Трамп пытался создать коалицию стран против Китая. Туда подключилась Австралия и получила от Китая по полной схеме. Потому что, значит, Китай ввел там ограничения на австралийские товары. Китай ввел пошлины на некоторые товары. И, в общем-то сказать, в Австралии тоже очень здорово все обвалилось. То есть, это вот еще один фактор глобальный. И есть еще один фактор практически вот у нас на носу в Европе. Ну, между двумя странами НАТО, то есть Турция и Греция, практически на грани войны, если кто не знал. Дело в том, что в районе сейчас острова, я всегда путаю Кипр, Крит, по-моему, Кипр, вот, обнаружено достаточно большое месторождение газовое. А это спорная территория между Турцией и Грецией. Турция начинает сверлить скважины. Греция говорит, что это наша территория. И там, в общем-то сказать, военные корабли уже стягиваются. Турция продолжает сверлить. Греция продолжает подтягивать корабли. Это тоже потенциальная точка горячая. Ну, если добавить еще Сирию, ну, в общем, високосный год продолжается. Поэтому, друзья мои, грустно не будет. Будет весело. Застоя точно не будет. Я думаю, что надо ставить на то, что будет достаточно высокая волатильность. И в этом смысле, конечно же, опционы, я надеюсь, что будут очень здорово помогать. Вот. Ну, и по-любому надо зарабатывать, конечно же, на фондовом рынке. Поэтому курс биржи для чайников. Вон там ссылочка будет. Переходите. Если вы еще не начали, друзья мои, уже 6 миллионов брокерских счетов открыто на московской бирже. Недавно их было 5 миллионов. То есть еще миллион добавился. Но если вы еще не открыли, если вы еще не начали, не открыли брокерский счет, ну, это значит, что вы плететесь в конце. А тот, кто в конце, конечно же, ну, он и будет в конце. Вот такие комментарии по текущей ситуации. На сегодня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демитков Юрий. Лайк не забудьте. С вами был Демитков Юрий.